Режим самоизоляции не обошел стороной и четвероногих стражей закона. Сейчас большинство служебных собак, состоящих на службе Министерства внутренних дел, проживают и обучаются в домашних условиях. Кинологи забирают своих питомцев к себе домой, где собаки находятся в более комфортных условиях. На работе она у нас сидит в вольере и дожидается, когда мы к ней придем. Здесь ей этого делать не нужно. И есть еще один плюс, что можно дома слезнуть что-то со стола и как-то вкусно полакомиться. Естественно, как бы питается она дома так же сухим кормом, как и на работе. Но здесь может перепасть какой-то сырочек со стола, какая-то колбаска. Условия содержания дома, естественно, лучше, чем на работе и, так сказать, в вольерное содержание. Кинологи никогда не забывают о своих питомцах. В домашних условиях служебные собаки по-прежнему осваивают достаточно непростую процедуру дрессировки. При каждой прогулке я беру с собой лакомства, беру с собой мячики. Мы также отрабатываем команды общего курса дрессировки. И, соответственно, играем, бегаем, развиваем какую-то физическую активность собаки. В Рязанском центре кинологической службы работают преимущественно немецкие овчарки. Данная порода собак появилась на свет путем селекционной работы. В 1882 году в Ганновере, в Южной Германии, появился первый представитель немецких овчарок. Эта порода обладает уникальным набором качеств, необходимых служебной собаке. Она неприхотливо справляется с трудностями, которые встречаются в процессе выполнения служебных обязанностей. Обладает смелостью и имеет отличный нюх. Быстро реагирует на непредвиденные обстоятельства. А главное, своевременно и беспрекословно выполняет все команды кинолога. Зиц, плац, штейн, лежать, сидеть, стоять. Из-за введения режима самоизоляции у кинологов Рязанского центра кинологической службы появилось больше времени, чтобы проводить его со своими питомцами. Безусловно, совместное времяпрепровождение проходит в режиме постоянных тренировок и закрепления освоенных служебных навыков. Больше времени мы уже уделяем дрессировке наших непосредственных питомцев, оттачиваем их в качество, умение в работе, забираем домой. Также дома можно его погонять по лесу. То есть стараемся нагрузочку в нужное русло использовать. Именно непосредственно дрессировки. Служебные овчарки несут службу по нескольким направлениям. Задержание подозреваемых, конвоирование, осмотр помещений или ручных кладей на наличие запрещенных предметов и веществ. Пес Герман ориентирован на поиск наркотиков. Также он без труда может обнаружить любой предмет, который запомнил по запаху. О, нашел, нашел. О, вот оно. В настоящее время служебные собаки большую часть времени проводят в вольерах или дома у кинологов. Процесс дрессировки и обучения по-прежнему проходит в полном объеме, для того, чтобы в нужный момент оказать необходимую помощь. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».